Почему Галопом я хочу пробежаться? Потому что уже третья миссия проходится одной и той же темой. Бои абсолютно однообразные, не представляют никакой сложности. Самого челленджа внутри героев, несмотря на максимальный уровень сложности, несмотря на то, что я первый раз в них играю в принципе, его нет. То есть, я помню, в третьих были гораздо более продуманные кампании, когда ты там прям по ходикам, по ходикам, особенно в дополнениях, должен был там следовать определенному замыслу создателей, чтобы пройти миссию. Там же тоже были абузы, но таких вот явных, как здесь, пожалуй, не было. Ага, а вот и герой. Воин смерти первого уровня. Это что такое? Воин смерти первого уровня. Вампосы, демоны, церберы, привидения, зомби. Какая-то шпана. О, а вот это может нормальный. О, тут целая делегация выдвинулась. Десятого уровня. Это тоже десятого. Ну, давай посмотрим. Да, беги. Нам деньги нужны. 20к предлагают. Да, я титанов подстрою на эти деньги. Лучше во втором замке. Стадель, замок и титанов. И благодаря сокровищнице уже будет все хорошо. Такая стоит тамика воин смерти. С троглодитами несчастными. Бегите, бегите, маленькие. Не, это кларнет, точно. Так, а что у нас здесь? Немного, 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 немного. Из самых опасных, наверное... Кто там? Семь вампиров. Да здесь нет опасных. Мне кажется. Стрелков нет. Еще два. Бегите. Это была самая легкая серия в моей жизни. О, храм Проклик. Кладбище драконов. О, костяных драконов. Или дьяволов. Или несправедливый. Ага. Тут второй замок андедовский, похоже. Андедовский ли? Не, не андедовский. Вообще на арковский похоже. Но я так еще поверхностно знаком. Со стилистикой замков не сильно вглядывался. Но сюда придется главного героя провести. Дьяволов. Соответственно... Поскакал, поскакал. Видели? Собираем... Могилку. Второй, четвертый. Ну, у него есть гидры. И мне кажется, здесь... Компьютер не справится без потерь. Тем более, это штурм замка. Нет, с одним джином. Потому что всех убил. Я получил письмо Эдвила и согласился встретиться с ним еще раз. Поздно вечером мы стояли вместе. Эдвил это разведчик, который мы отправили, чтобы он узнал замысла этого гнома, который теперь прислуживает нашему хозяину. Поздно вечером мы стояли вместе на краю фермерского поля, держась за руки, где никто не мог бы узнать нас, даже если бы увидел. Полурослик объяснил, что четыре повозки красных гномов прибыли неделю назад. Они начали строить что-то непонятное. Но что это было? Чтобы это ни было, оно очень большое. А-а-а-а-а... Зачем они пришли? Для того, чтобы отстроить драконьих големов для своего королевского величества. Для его королевского величества. Раз уж вы вернулись. Келлок сурово тренирует своих людей, почти не дает им передышек. А когда они получают увольнительную, эти красные гномы превращаются в совершенно неуправляемую шайку. Я вам скажу, никто не рад тому, что они здесь. Зачем им нужны кости черных драконов? Спросил я. Именно из них драконовы големы черпают свою силу. Гномы разламывают кости, смешивают их с металлом, из которого они куют этих существ. Все это довольно сложно для меня. К тому же, когда эти красные гномы разговаривают между собой, они говорят на языке, которого я не знаю. Кажется, это практически все, что я могу рассказать о Келлоксе и прочих. Я похлопал своего маленького шпиона по плечу, взял за руку и улыбнулся. Ты сделал очень много, спасибо. Теперь возвращайся к себе на кухню и надейся на лучшее. Показал место. Как не страшно. Там два героя 10-11 уровня. Но всех остальных маловато, конечно. Давайте попробуем все-таки дать ему возможность. Да, вполне устраивает. 9 джинов. Кристальный куб. Кристальный куб. Что? О, если герой копирован предметом, то кладовая креста будет пополнять дополнительные единицы кристаллов. Выглядит как птица удачи из третьей части. Там же была вот очень похожая статуэтка, которая давала единичку, что ли, морали. Смотрим еще. Ну, хотя, как это, как, как понять. Тысячено 3 из 6 оракулов. Ну, то есть я вижу кентавров, вижу циклопов, я вижу чудиков. Вдали виднеется какая-то осада замка, стрелы летят. Но это совсем не похоже на... То есть, как, как мне поэтому искать клад? Это риторический вопрос. У-у-у-у-у-у. И выскакивают барсуки. Так, а у меня задача здесь какая? Убить всех, да? Неудачные попытки. Загладить вину. Исполнить подпоручение. Раздобыть кости черных драконов. Ну, кости черных драконов мне даже местность показывали. Кажется, это было под землей. Вот. Сюда мне нужно добраться. А сюда мы добираемся из-под земли, через красный телепорт. Явно не отсюда, хотя не явно, но тут, видите, вода, скорее всего, это отгорожено было. Мне нужны врата красные, и тогда, да. Сразу идет экшен. Возвращаются в замки свои. Так, минус один. Минус два. Скорость в бою, неплохое колечко, кстати. Двойка скорость. О, немного костяных драконов. О, а вот это, скорее всего, мы в автобое не справимся с этим. Да? Справились. Четыре стопа, ну и хрен с ним. Справились и справились. Я приблизился к келле некроманта с осторожностью. Поскольку горечь поражения была свежа в памяти Лича, он, а угадать заранее, на что окажутся способны эти существа, никогда нельзя. Значит, сказал Лич, мерзко ухмыляясь гнилыми зубами, сейчас приступим к пыткам. Я отрицательно покачал головой. Да что, гнусное существо? Нет, ответил я. Сейчас я дам тебе шанс, которого ты наверняка не заслуживаешь. Расскажи, что ты знаешь о лорде Блоте, и я прослежу, чтобы с тобой обращались хорошо. И насколько хорошую жизнь ты мне обещаешь. Ты не вампир, не призрак, тебя не нужно убивать, тебя не нужно убивать для того, чтобы жить. Я говорю вот о чем. Книги, мягкая постель, камера без окон. Камера без окон. Аааа, стой, подожди, а почему без окон? То есть я понимаю, почему для Лича книги хорошая тема, но мягкая постель для Лича, у которого кости, и камера без окон? Или он так его троллит? Ну, окна, может быть, чтобы свет не проникал дневной, а некромантам это совсем ни к чему. Даже если ты не вампир, тебе вряд ли хочется ходить под солнышком. Но мягкая постель. А если я откажусь, ты посадишь меня в камеру с окнами на восток, чтобы каждое утро я мог любоваться рассветом, так? Спросил некромант. Я дал ему возможность поверить, что я способен на такое. Существо вроде этого может придумать куда более заощренную пытку, чем я мог бы вообразить, поэтому я замолчал. Я вовсе не собирался выставлять его мертвую кожу на солнце, но он-то об этом не знал. А, ты же так. Отлично, по рукам. Мне самому блод совсем не нравится. И все-таки ты просто дурак, если собираешься на него напасть. Его сила — это черные драконы. Он о них заботится, как о собственных детях. А ведь они самые могущественные существа среди живых и среди мертвых. Когда я спросил, где находится кладбище черных драконов, Лич только пожал плечами. Как он может... Как Лич может сжать плечами? Об этом знает только блод. Вот блод. Да. Сверху есть один. Ломаем. Пытаемся сломать. Серьезно? Там же фигня какая-то была у него. А, нет. Там драконы черные. Дюжины джинов тоже чего стоят. Сражение будет непростым. Два дракона, 30, 200 стрелков медуз, еще 50. Блин. Мне надо было сплетануться аж, потому что меня сейчас драконы прожарят. Два дракона, 30, 200 стрелков медуз, еще 50 стрелков медуз. Драконы жестенькие. Я не справляюсь здесь. из нас сам другая армия или не это во первых не самый сильный герой был вражеский так еще и а я уже потерял нужно загрузить предыдущий ход расстрелял много там я надеюсь это не считается подсказкой переходит только сломер драконы мое конечно уважение красивые грациозные будут жечь поэтому сразу распределяемся так чтобы минимизировать сплэш надо и так получили ответ бсп говорит реанимировал конфу грудь дискорде отпишись потом вау бсп отныне его надо называть реаниматор я не вижу телепорт понимаете да нет что кулаком давай в замке еще кто-то сидит о было трудно захватить блота живьем это человек был фанатично предан своим драконом сражался ожесточеннее чем я предполагал и отказывался от всех сделок которые я предлагал ему теперь он совсем не хочет разговаривать обиделся казалось что нет никакой возможности найти кладбище которые искал пока несколько моих разведчиков не доложили о том что видели черных драконов надо надо крестными землями все же они а все они летели в одном направлении как будто собирались попасть в одно место почему бы и нет теперь когда те кого они защищали были побеждены им надо было бороться за собственную жизнь я догадался что они вероятно собираются вместе которые все они могут найти инстинктивно на кладбище черных драконов поэтому я отдал приказ выступать снова скоро мы будем там потом я осознал что в действительности и что в действительности я собираюсь сделать неужели до этого дошло неужели я пал так низко что превратился в обычного грабителя могил если оставить стороне их злую природу черные драконы несомненно уважают покойных правильно ли я поступаю вырывая кости их кости из этого священного места но с другой стороны разве у меня есть выбор я не могу снова подвести моего господина ладно поскакали раз красного здесь с нами больше нет похоже что стражники успели получить весь поражение блота поскольку их здесь уже нет а я не мог бы пройти солмир может вылететь внутрь и открыть дверь класс до понятненько неловко получилось да я уже предупредил ты пытаешься надо так так здесь у нас большое количество скелетов под землей и зим и порталы которые скорее всего будут вести тебя в никуда да да зачем в конце миссии когда понятно что все равно у тебя уже запредельный опыт ставить оракулов которые прибавляют в сравнительно копье но хамблби так мы подходим к кладбищу дракона эти тяжелые ворота заколдованы и открыть их может только прикосновение дракона но еще не все потеряно если стал сал мир вернулся с драконьими латами возможно обманул бы драконьи латы подождите я пытаюсь я пытаюсь понять вообще где они где я я видел вообще их или нет это это риторический вопрос подождите во-первых можно осмотреть окрестности и возможно они находятся где-то здесь мне кажется такой предмет должны выдавать по квесту ну типа вот как нам выдали пройти может только салмир если у нее есть драконьи латы драконьи латы фоге сайта сегодня не будет играть и сейчас они играют у у давайте свич ним ся давайте . Продолжение следует...